Потом насыпаются опилки, и в опилки вставляется лук. А вот эти картины похожи на фотографии. У нас в Черкассах есть художник. Короче, вот такая. Ближе еще. Это все. Выше. Вот такая. Возьми ее в руку. Всем хорошего дня. Я хочу посадить сейчас быстренько лук мелкий на зеленый лучок. У нас вот такой мелкий лучок стоит 5 гривен килограмм. И вот этот пакетик вышел, кажется, на 2 гривны. Еще купила опилки. Такой брикет в животном магазине для животных. Я думаю, что этот метод все уже давно знают. Что берется пакет. Сначала туалетная бумага. Можно кусочками, можно пластами. Потом насыпаются опилки. И в опилки вставляется лук. Этот метод, я уже повторилась, очень-очень известный. А спровоцировала посадить меня лук. Знаете, что я убирала, наводила порядок в ноутбуке. И нашла видео где-то 8 или... Сколько тебе сейчас лет? 12. Вот, 8 лет назад мы с Досей и дома еще в своей квартире мы купили квартиру только год, как делали ремонт. И на балконе сажали лук вместе с ней. И там такое видео, знаете, прям вот няшечка такая. Ути-пути. Виктория Манюнькая еще. А что ты делаешь? Даю лук. Лук сажаешь? Да. А? Да. Тотя, ты же его вверх корешками сажаешь. Переворачивай. Вот это корешки, а это надо вверх. Будут хвостики зеленые. Вот, и вот этот переверни. Вот, Виктория, а своими маленькими ручками лук сажает, да? Где корешки? Вот. Нет, 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 нет. Наоборот. Вот. Да. Ой. Что, еще давать? Да. Есть еще место? Да. Да. Посадила. А ну, дочка, посадила ты лук? Глянь на маму. Неси его туда, где много уже посажено. Неси. Кисть. Посмотри сюда. Ой. Неси его туда, где много посажено. Вот. Вот, моя рыба. Поставила вот сюда. Вон на ящичке место. Да. Ой. Сколько на шаги лезут, да? На балконе будем урожай собирать. Да, кисть? Доча. Виктория. Ты моя маленькая огородница, да? Да. Что ты нашла? Подставочку забыла. А тебе не интересно посмотреть видео то? Ты там такая малышечка. А вот это зелененькое. А? А это что? Это не обрезай. Не обрезать? Нет. Вот такое не обрезать. Не, не обрезай. Вот так мы его чищем. Посмотрите, какая у нас погода. У нас такой густой лопатый снег валит. И это все 16 марта. И никаких прогнозов на потепление пока нет. Вон, кстати, вороны две. Сидят бедняжки. Надо хоть им хлеба накидать. И погода не улучшается. Потому что пока прогнозы говорят, что на 3-4 дня до среды будут даже морозы. Минус 9, минус 8. Ночью минус 12. Насколько это правда, посмотрим. А снег, он такой лопатый. Он похож или на первый снег. Вот знаете, когда первый снег выпадает и такой вот прям густой. Или на последний. Как я думаю в данном случае. Потому что уже вот эту тяжесть тучи сбрасывают. Уже до юра весна наступила. А де-факто, конечно, еще вот зима в полных владениях. А социальные сети напоминают, что было год назад, два года назад. И вот два года назад, 8 марта, где-то 9, мы с сыном пошли на Днепр, фотографировались. Было солнце, тепло, Днепр шумел, вода шумела классно. И мы делали фотосессию, практически раздевались до рубашки. А сейчас же такое даже страшно себе представить. Потому что помимо того, что идет снег, еще и холодно. Года очень приеменчива сегодня. Так же, как и в моем настроении. И дождь, и ветер, и слякоть. Все подряд. Плюс еще. Я не очень понимаю, где я нахожусь. Потому что я направляюсь в музей, на мастер-класс по изготовлению украшений. И я не могу понять, где он, этот музей. Сын сказал идти прямо. Я иду. А куда дальше идти, не знаю. Сейчас буду звонить. А вообще, изготовление украшений, это одно из моих хобби, о которых я еще не говорила на ютубе. Так же, как и вышивку лентами. Ну, о вышивке лентами не говорила. Я нашла музей сама. Даже не пришлось звонить сыну. У меня сразу поднялось настроение. Потому что обычно я никогда не могу ничего найти. Ну, не обходясь звонка другу, мужу, сыну, дочке. А сейчас вот нашла. Вот. Как там все будет, я не знаю. Вход за посещение платный, но очень дешево. Вот сейчас приду, посмотрю, что. Вообще, украшения иногда, ну, редко. Я делаю еще с акрила, с геля, с проволоки и некоторые украшения в стиле стимпанк. Кто-то такое простенькое, знаете. Мне сказали, что, возможно, вот тут вот будет проходить мастер-класс. Сказали, что они интересные. О, музей. Кустынный, хоть посмотрю. Картины всякие. А вот эти картины похожи на фотографии. У нас в Черкассах есть художник Бадар. Вот он в таком стиле фотографирует все время на черном фоне. Его типа принцип, что поголыт и душу. То есть открыть душу. Да, это он точно. Потому что вот эта Виктория Гура, она психолог. И она психолог, и она организовала «Подари ребенку смех». И мы у нее занимались, ну, в общем, ходим в онкологию с ней. А сегодня вечером я иду к ней на психологический тренинг «Эмоции», которые мы заедаем. Теперь уже я точно знаю, что это художник-фотограф Бадар. И пока я одна, и я спросила, много ли людей взяли билеты, мне сказали, что пока я единственная и первая. Хотя, когда я на социальной сети посмотрела, в фейсбуке я увидела это объявление, то там было, что 170 человек интересуются или пойдут. Я уже дома. Мы сейчас быстро с Досей пирожочком нажарим с яйцом и зеленым луком. С луком, который мы посадили утром. Это шутка, конечно, но лук другой. И, дочь, пойди принеси, у меня на зеркале лежит моя, вот это, что я принесла, украшение, что я делала. Тесто я делаю на кефире и без яиц вообще. И сильно не вымешиваю, чтобы оно было таком, знаете, мягеньким и пушистым. Покажи. Вот такая, ну, не ложи на тесто, ты шо? Вот так в руке. Вот такая вот. Дай я гляну, видно или нет? Вот так. А ну, вот сюда ближе поднеси к камере, вот сюда где-то. Не, вот сюда. Короче, вот такая, ближе еще. Выше. Вот такая, возьми ее в руку. Ты сказала, я так. Вот такая, да не видно, вот так как-то. Блин, вот так вот ее. В общем, вот такая штука у меня получилась. Вот так вот. Тяп-ляп, вышла. Мастер-класс мне, конечно, понравился. Но больше всего мне понравилась именно экскурсия, которая нас сначала провели по кабинетам, показали и рассказали, откуда пошли украшения, как их носили, откуда взялись вообще сережки, что раньше сережек не было. Были такие наушницы, и эти наушницы выглядели как кувшинчик, в который вкладались, ну, вставлялись либо балагавони, либо ткани, пропитанные какими-то пахучими маслами, или сухие травки пахучие. И вот эти наушницы цеплялись к такому ободку на голове. В общем, экскурсия мне понравилась больше, когда я уже попробовала на самом мастер-классе делать вот эти украшения с проволокой. Во-первых, очень трудно ее накручивать. У меня одна не получилась, твердая которая. Я взяла потом помягче и вышла. На наковальне поломалась, когда ковали немножко, да. Потом я взяла третий раз. В общем, я уже была рада оттуда уйти, еще у меня болела спина. И девочки, которые делают украшения с проволоки, вы реально гераклы, вы молодцы. И, ну, я видела такие украшения в современном, да, вот сейчас времени. Они очень красивые, они такие грубоватые. И из-за того, что сами украшения грубоватые, например, рука, если это браслет или шея, выглядит еще тоньше и нежнее. Но это очень тяжело, это трудно. Я это поняла. Все, мы сейчас будем делать пирожочки. Быстренько, быстренько, да, дочь? Ну, быстренько, это ровно сказано. В общем, смотри, нам надо, кстати, выбраться в эпицентр и прикупить этой, купить чашку, просеивалку. Все, берешь шарик и вот так вот, смотри, разлепляешь. Оп, оп. Начинку. Хорошо. Я сразу ставлю сковородку, сразу будем жарить. Хорошо. Ставлю. Обычно мы, кстати, пирожки жарим всегда, знаете, вот с капустой, с картошкой, с яблоком. Вот ты это и вот так вот, как бы, внутрь его. И чуть-чуть подмеси. Вот, каждый кругляшек подмесили и все. А в этот раз что-то мы то жарим на любой вкус, а это мы прям вот чуть-чуть. Одну начинку, один вид начинки и все. Ну, что, тоже хорошо. И еще я вот знаю, что вот в такую начинку яйцо и лук обычно добавляют рис, но мы не захотели. Да? Давай. Ой, дочь, прости. Да ничего. Да ничего. Виктория у нас иногда в воскресенье балует запеканкой сырной. Да. Да, дочь, а уже выросла помощница? Или печеньком. Да, или подружка к ней пришла как-то, они нажарили печенье. Мне это теперь понравилось работать с тестом. Да? Угу. Но когда я первый раз жарила пирожки, у меня не очень. Я психология, у меня вообще нет. Все, мы уже нажарили вот такую гору пирожков, порезали один пополам, чтобы попробовать. Они мягенькие, сочные. И вот если оставлять до вечера, они долго не будут черстреть из-за того, что в тесте нет яйца. Мы будем с вами прощаться. Говорим вам пока. Надеемся, что наша готовка пирожков кого-то простимулирует тоже пойти порадовать свою семью, нажарить пирожочков в выходной. Да? Угу. Да, Вися, говори пока. Пока. Мы с тобой в полосатых, как двое из ларца и пузо в мутке. Все, пока. Вкусно, да? Угу. Жалко, что последние подгорели. Все, пока. Все, пока. Продолжение следует...